Доброго времени суток друзья! Встречаем новый год свежей подборкой на канале девайс из 7 лучших принтеров для дома. Я постарался выбрать для топа как бюджетные модели, так и более дорогие устройства. Сразу сделаю оговорку, что МФУ в списке не будет, для них выделено отдельное видео. Если вы находитесь в поисках печатной техники для своего дома или квартиры, то этот ролик поможет вам определиться с выбором. Впрочем, большая часть устройства отлично подойдет и для офисной работы. Ну а прежде чем я начну, хочу попросить вас оценить наши старания лайком и подписаться на канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Напишите в комментариях, какого принтера не хватает в этой подборке. Ссылки на все модели из топа будут в описании. А теперь можем начинать. Открывает подборку один из самых доступных принтеров на рынке – Pantum P2207. Это весьма компактное устройство, которое не займет много места на домашнем рабочем столе. Модель подключается к ПК по USB интерфейсу и корректно работает с любыми операционными системами, будь то Windows, macOS или Linux. Технология печати лазерная в черно-белом цвете. Как и все остальные устройства в подборке, Pantum P2207 поддерживает листы формата не более чем А4. Максимальная плотность бумаги – 163 грамма на квадратный метр, а разрешение – 1200 на 1200 dpi. Принтер сделан из достаточно дешевого пластика, помимо этого придется смириться еще с компромиссами. Pantum P2207 не очень хорошо справляется с большим объемом печати. Страницы сильно нагреваются и могут начать скручиваться. Особенно заметна эта проблема при двусторонней печати. Еще один небольшой недостаток – чипованный картридж. Правда, этот минус легко устраняется покупкой комплекта для заправки либо специальной прошивкой под так называемый бесконечный чип. Залить тонер самостоятельно в домашних условиях не составит труда, да и в специализированных сервисах за эту манипуляцию не попросят большую сумму. Как итог, себестоимость печати получается ультрабюджетной под стать самому принтеру. Кстати, еще больше выбора различной компьютерной техники и прочего железа можно найти в нашем телеграм-канале. Там ежедневно выкладываются свежие обзоры, рейтинги, топы и сравнения всякой электроники и комплектующих из мира высоких технологий. Заглядывайте на огонек и не забудьте подписаться. Ссылка на канал будет в описании под видео. Далее на очереди Phaser 3020BI от прародителей лазерных принтеров компании Xerox. Именно они в 70-х годах прошлого века впервые представили общественности устройства с этой технологией печати. Спустя десятки лет компания все так же остается лидером рынка печатной техники для офиса и дома. Phaser 3020BI монохромный принтер в компактном корпусе с весом чуть более 4 килограмм. Помимо привычного USB подключения устройство поддерживает печать по Wi-Fi за счет встроенного модуля. В качестве источника документов может выступать как персональный компьютер и ноутбук, так и любой современный смартфон или планшет. Само собой для печати все устройства должны находиться в одной сети Wi-Fi. Принтер способен отпечатывать до 20 страниц за минуту, ожидание первого листа занимает около 8-9 секунд. Поддерживается как обычная бумага стандартной плотности, так и глянцевая или картонная до 163 грамм на квадратный метр. Ресурс картриджа составляет порядка 1500 страниц, причем можно найти дешевые аналоги, если не хочется покупать оригинал. Есть и моменты, за которые можно поругать устройства. Принтер плохо размагничивает листы, из-за чего они могут слепаться между собой. Это создает проблемы как при двусторонней печати, так и при большом объеме страниц. Принтеры HP пользуются огромной популярностью как в домашнем, так и в корпоративном сегменте. Одной из самых доступных моделей бренда является LaserJet Pro M15W. Это ультракомпактное устройство, которому нет равных по данному компоненту в сегодняшней подборке. Его вес всего 3,8 килограмма и он легко впишется даже в небольшое рабочее пространство. Печать осуществляется в черно-белом цвете по лазерной технологии. За минуту принтер выпускает около 18 страниц. Не самый быстрый показатель, но в домашних условиях редко печатаются объемные документы. Как и полагается современному устройству, LaserJet Pro M15W может подключаться как по USB, так и по Wi-Fi. Поддерживается и большинство мобильных беспроводных технологий вроде Apple AirPrint, ePrint или Android Print сервис плагин. Запаса краски в картридже хватает примерно на 1000 страниц формата А4. Печатать можно как на обычной тонкой бумаге, так и на конвертах, этикетках или глянце. Заправка тонера не вызывает трудностей, в принтере предусмотрена защита от перегрева. При печати большого объема он автоматически встает на паузу, если есть такая необходимость. Из недостатков можно отметить не самое удачное ПО, периодические обрывы Wi-Fi соединения и необходимость крайне аккуратной укладки бумаги, чтобы принтер увидел ее в лотке. Единственным фотопринтером в подборке стала модель от Canon PIXMA G1411. При этом на фотографиях его возможности не заканчиваются, устройство вполне можно использовать и для печати документов любого формата. Принтер работает по струйной технологии, долгий простой может вызвать пересыхание чернил. Скорость печати – один из недостатков устройства. В цвете можно выпустить порядка пяти изображений за минуту. Также стоит упомянуть, что черного картриджа для фотопечати здесь не предусмотрено. Оттенок получается путем смешивания трех палитры отдает коричневатым цветом. С документами таких проблем нет. Важное преимущество – комплектное СНПЧ, что здорово экономит средства на распечатку. Чернила можно доливать самостоятельно и необходимости относить принтер в сервисный центр. Как итог, себестоимость печати получается очень низкой. Надо отметить, что спустя некоторое время может заполниться комплектный так называемый памперс и принтер будет выдавать ошибку. Придется либо заменить его на новый, либо воспользоваться специальным программатором. Этой проблемой страдают большинство струйных устройств. Ресурс печатающей головки также ограничен. При интенсивном использовании ее хватит примерно на год, а замена может оказаться весьма затратной. Но это компромиссы, на которые придется идти, покупая относительно бюджетный принтер, совмещающий в себе возможности печати как фото, так и документов. Японская компания Brother начинала свой путь со швейных машинок и постепенно переметнулась на рынок печатных устройств, став одним из его лидеров. Именно принтеры и МФУ в время составляют основной производственный оборот этого бренда. В мою подборку попала модель HL-L2340DWR, которую уже можно отнести к среднебюджетному ценовому сегменту. Принтер печатает по лазерной технологии в черно-белом цвете. За минуту устройство способно выпустить около 26 страниц. Это очень достойный показатель для подобного рода девайсов. Ранее рассмотренные модели отстают более чем на 30% от данного принтера по этому параметру. Brother HL-L2340DWR подключается по USB и Wi-Fi. Само собой поддерживаются любые беспроводные технологии. Устройство можно настроить, не подключая его по кабелю к компьютеру. Принтер вполне потянет название компактного. А еще он довольно стильно смотрится в любом интерьере. Большим плюсом является закрытый лоток, который не собирает пыль. Кстати, в него вмещается порядка 250 листов. Имеется функция автоматической двусторонней печати. Комплектный картридж рассчитан примерно на 700 страниц. При этом можно докупить тонер повышенной емкости с ресурсом около 2600 распечаток. Время разогрева перед печатью 9 секунд. Подготовка первой страницы занимает еще столько же. Надежность устройства подтверждается гарантией от производителя, которая дается на 3 года. Киосера относительно недавно вступила на рынок печатных девайсов. Свои первые устройства компания выпустила в 2000-х годах. Сегодня ее продукция выпускается под несколькими брендами в разных странах. Копистар, Т.А. Триумф, Олдер, Ютекс, Оливетти, ну и собственно на Киосера. Лазерный принтер Ecosys P2335DN – один из самых популярных среди всех устройств компании. Технология печати все та же, лазерная, с черно-белым цветом. Скорость одна из самых высоких на рынке, а в минуту можно распечатать до 35 страниц с одной стороны. Поддерживается бумага вплоть до 220 грамм на квадратный метр, формата вплоть до А4. Максимальное разрешение 1200 на 1200 дпи. Из минусов сразу бросается в глаза отсутствие Wi-Fi. С учетом стоимости устройства, отказ от установки данного модуля выглядит странным решением. О распечатке со смартфона можно забыть, зато есть LAN-интерфейс RJ45, позволяющий использовать принтер в локальной сети. Но это будет более актуально для офиса, нежели для дома. Нельзя не отметить и габариты устройства, в особенности его вес. Внушительные 14 килограмм. Такой девайс явно нельзя назвать мобильным. В комплектном тоннере крайне мало порошка, хватит от силы на 100-150 страниц. Благо заправка картриджа выполняется быстро и легко, стоимость расходников однозначно можно записать в плюсы данной модели. Подборку закрывает самая дорогая модель в топе HP Color LaserJet Pro M255DW. Это единственный лазерный принтер с цветной печатью в сегодняшнем списке. При этом в контексте аналогичных устройств он даже считается относительно недорогим решением. Девайс способен напечатать до 21 страницы за минуту как в черно-белом, так и в цветном формате. Помимо проводных подключений есть и Wi-Fi. По габаритам принтер примерно схож с ранее рассмотренным Kyocera Ecosys P2335DN, да и весит он всего на 800 грамм больше. Лоток вмещает 250 листов плотностью до 220 грамм на квадратный метр формата А4. Несмотря на то, что принтер поддерживает множество моделей картриджей, все они стоят достаточно дорого. Такова цена цветной лазерной печати. За счет поддержки беспроводных технологий устройство можно без проблем спрятать в шкафу и печатать на него со смартфона или любого другого девайса по Wi-Fi. Ресурс цветного картриджа 1250 страниц, черно-белого 1350. Для управления принтером предусмотрен сенсорный ЖК-экран диагональю 2,7 дюйма, который можно наклонять под разным углом. Из минусов можно отметить не самое высокое качество цветной печати на глянце. В остальном устройство выглядит одним из лучших вариантов среди цветных принтеров для дома. Надеюсь, что наша подборка помогла вам определиться с выбором печатного устройства. Буду очень признателен, если вы оцените видео лайком и подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Напишите в комментах, какой принтер вы бы включили в этот рейтинг. Ссылки на все устройства из топа будут в описании, а мне пора прощаться с вами. До скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok